Идея построить в Сарове приходской храм, посвященный последнему российскому императору-страстотерпцу Николаю II и его семье, возникла в 2002 году во время подготовки к празднованию столетия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. В 2003 году под строительство храма выделили участок в новом микрорайоне на оси улицы Арзамасской, где делает поворот улица Менделеева. В 2006 году святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, находясь в Сарове, благословил строить храм. В 2008 году на месте будущего строительства был установлен поклонный крест. Однако работы на этом месте начались еще не скоро. Здесь же пока как-то не удавалось, даже кроме креста, кроме молитвы, которая на этом кресте творилась достаточно регулярно, не удавалось начать постройку. К идее возведения храма вернулись гораздо позже. В 2013 году митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. Возводить храм начали в марте 2014. 6 числа митрополит возглавил соборный молебен перед началом строительства. К нему приступило товарищество реставраторов мастерские Андрея Нисимова. Ко дню рождения императора Николая II под строящуюся церковь залили в фундаментную плиту. В тот день глава Нижегородской митрополии совершил чин закладки храма. Здесь, в богопоставимграде Саров, день памяти церковного праведного и умногострадального. И в день рождения последнего государя нашего Отечества, церковного трастосердца императора Николая, мы закладываем храм в честь всей царственной семьи трастосердцев. В августе 2016 года, в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии осветили три креста в честь святых царственных трастотерпцев. Изначально храм планировали сделать деревянным. Жемчужина архитектуры – так позднее назовут царский храм. Выполнят его из белого камня в новгородско-псковском стиле. Монументальность, простота, отсутствие излишней декоративности и некоторая тяжеловесность форм. Храм царственных трастотерпцев прекрасно вписался в картину современного живого микрорайона. Этот храм, тоже разрабатывались разные материалы, разные архитектурные проекты. Этот архитектурный проект, конечно, был и трудоемкий, и дорогой, но он беспрецедентно красивый, даже на фоне других памятников архитектуры, храмостроительства нашей Родины. Подробнее о истории храма можно узнать в выпуске «Пешком по Сарову номер 27» в социальных сетях канала 16.